Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Новости из ТикТока. Крутится Самвел, как белка в колесе. Весь такой запыхавшийся. Сел в машину, вышел в трансляцию, говорит, вначале я был на репетиции. Несколько комментариев было у меня на канале про то, что его из театра выгнали. Я не знаю, откуда пошла эта информация. Я сколько слушала его в YouTube, в ТикТок, ничего подобного он не говорил. Ну, кроме тех моментов, когда откровенно было понятно, что он придуривается. Бывает же, что зрители пишут, что ты целыми днями торчишь в ТикТок, на работу не ходишь или выгнали? И тогда он говорит, да, выгнали, выгнали, все. Не работаю я там теперь. Теперь свободен, как сопля в полете, поэтому могу проводить время в соцсетях. Вот и сижу в ТикТок безвылазно. Ну, это так наигранно звучит из его уст, что понятно, из театра его не выгнали. В этом же стриме он говорил, что начинаются репетиции. Ближайший спектакль, хитрый лиз. Он был на этой репетиции, но он говорил, что будет другой актер. Я не знаю, должны ли там оба актера, которые играют этого лиса, каждый раз присутствовать на репетиции. Но я точно помню, что Самвел сказал, будет другой актер выступать. Он же все время жалуется, что это такая трудная роль. Она так его выматывает, пока он ее исполнит, семь потов с него сойдет. Всем видом он показывал, что бедненький, ну некому его заменить. Тащит весь театр на своих плечах. Да что там театр? Весь мир на его плечах. А он, как Атлант, держит его свод. Атлант. Самвел и Атлант. Чахлык не вмирущие, а не Атлант. Видно было, что он разочарован, что поставили другого актера. Как бы он ни жаловался, но все-таки, знаете, какой-то такой удар по самолюбию. Он говорил, вы придите в театр, да, буду играть не я, другой актер, и посмотрите, как он будет исполнять эту роль. И если вы присутствовали на том спектакле, где участвовал я, сравните меня с ним. Меня слышно аж на самых последних рядах. А вот этого актера, мне сразу вспомнилась Фрося Бурлакова. Когда я пела в правлении, слышно было. И что, разве это хорошо? Конечно, хорошо. Чем громче, тем лучше. Она же тоже так считала. Ну, тоже скажете. Не каждый сможет глотку драть. Ну, так и Севка. Если слышно его аж там, на задних рядах, значит, он прекрасно и замечательно поет. Все услышали, как он вопит на сцене. Вот он так не любит, когда обесценивают его труд, но он с легкостью обесценивает труд других людей. Если поставили того актера на замену, я не знаю, или Самвел на замене у того актера, или не просто играют одну роль. Ну, вы меня поняли, да, что я хотела сказать. Зачем обесценивать? Его же поставили, он играет. И на него тоже приходят посмотреть, послушать. Не только на Самвела. Но нет, обязательно надо сделать акцент на том, что вот я какой. Ради меня приходят. Я лучший. Сам себя не похвалишь, никто не похвалишь. А уж как эти люди любят себя расхваливать, мы все знаем не понаслышке. После репетиции он отвез маму и Надю в больницу, а сам с чистой совестью торчал в тикток. Как это удобно. Пока Надя с мамой сидит в очередях, таскается по врачам, он зашибает копеечку. А завистливый какой. На словах пытается убедить людей, что зависть он не испытывает. Но есть моменты, когда она очень хорошо считывается. В реальной жизни он окружил себя людьми, которые очень сильно не дотягивают до его благосостояния. Ну, или хотя бы, например, которые люди имеют аккаунты в YouTube, свои каналы, да. Они же не составляют ему конкуренции. У него больше подписчиков и просмотров, чем взять, к примеру, Андрея или Колю. И это, конечно же, повышает его самооценку. А когда он играет в тикток, там встречаются люди, которые имеют больший актив, чем у него. И это видно. Имеют большую поддержку, чем он. Вот, например, он не так давно играл с колористом. Ну, кто смотрит тикток или какие-то вырезки из тикток в YouTube, уже, я думаю, ни для кого не секрет, кто такой колорист. Вот, играл он с ним и проиграл. И после игры начал рассуждать. Знаете, ребята, команда оказывает колористу медвежью услугу, поддерживая его так активно. Как вам это нравится? Колорист постоянно выходит в топ-1 по Польше. Он даже заносчиво стал уверять, что так будет всегда. Все будете подо мной. Ну, пока так оно и есть. Самуэл хоть и говорит, что, да я не хочу этот топ-1. Ну, что этот топ-1? Ну, понятно же, что он хочет еще как. Он каждый раз обращает внимание на это. Ребята, мы в рейтинге. Мы уже там на восьмом месте. Ребята, мы на втором месте. Ребята, мы на первом месте. Но все равно не удержимся, потому что нас перебьют. Сейчас выйдет та, тот, другой, третий. И нас все равно кто-то перебьет. Ну, то есть он подстегивает свою аудиторию. Поддержите. Помогите выйти в топ. Это топить. Знаете, как должна команда, чтобы самуэл остался топ-1? Он же говорит, там ли вы должны лететь каждую секунду? У него такой поддержки нет. И это бьет его по самолюбию. Как так? Ну, как так? Вот тут вот в Ютьюбе все классно и понятно, что там Андрюха, да, со своими ничтожными просмотрами. Или Коля. Он же супер какой. Вон у него там по 100, по 200, даже больше тысяч просмотров. А в ТикТок, ну, пшик. Он просто пшик. И говорит, ну, вот представьте, ТикТок не будет. Ну, и что будет делать колорист, который привык к легким деньгам? Кто бы говорил о легких деньгах? Кто? И что он переживает за какого-то колориста? Он о себе не хочет попереживать? Он ли не привык к этим легким деньгам? Когда ему пишут то же самое, он как отвечает? Ой, ребята, чего вы тут жути на меня нагоняете? Ну, не будет Ютьюба, будет Туюб. Не будет ТикТока, будет еще какая-нибудь соцсеть. Я все равно заработаю деньги на свою Дольчевиту. Ну, конечно, это зависть в нем говорит. Он хотел бы иметь такую же команду, как у колориста, которая вытянет его в любом баттле и поставит на пьедестал первого места. Стоит только щелкнуть пальцами и колористу кинуть хоть льва, хоть ТикТок Юниверсал, ну, это такие дорогие подарки. Все равно, без разницы, есть такие люди, которые стоит только Лешу попросить, и они придут ему на помощь и помогут. У Самвела таких людей нет. Если бы Самвел каждую неделю попадал в топ-1 Украины, конечно, он бы заговорил совсем по-другому. Сказал бы, ребята, да я самый крутой. Да что я тут в ТикТок-то нахожусь без году неделя? Вы посмотрите, как народ меня обожает. Да я везде супер первый. Что в Ютуб, что в ТикТок. Да я крутой и деловой. Но этого нет, и поэтому приходится, как в басне у Эзопа, хороший наград, да зелен. ТикТок не вечен. А что вечно? А что вечно? Люди работают на одной должности, поднимаются по карьерной лестнице, и все может закончиться в один миг. Уволили, и все. Стабильности сейчас нет нигде и ни в чем. Люди вообще ни в чем не уверены, вообще не уверены в завтрашнем дне, не уверены в своей семье, не уверены в своей работе. И даже если те, которые есть, уверены в этом, завтра может все так обернуться, что они будут думать, опа-на, а на чем же строилась-то моя уверенность? Все рухнуло, как карточный домик. И людей увольняют, и со стажем, и таких прям супер деловых и крутых, и потом у них могут начаться проблемы с дальнейшим трудоустройством. Гарантий нет нигде и ни в чем. Вот поэтому мамка дает ему советы, чтобы он не разбрасывался деньгами, а подготовил финансовую подушку. На всякий случай. Мама плохого не посоветует. И он еще умничает. Тикток не вечен. Да ничто не вечен. И люди не вечны. Разрешение маме на операцию дали, сказал Самвел. 11 числа недружной гоп-компании отчаливают столицу. Переживает. Как же пройдет операция? Да пройдет без жучка, без жучка, сучка и задоринки. Без всего. Все будет заргут. С нее, как с гуся вода. Я вообще смотрю на нее. Приходит мысль, что она как оборотень. Вот когда слушаешь рассказы про них, вот там описывается, какая у них сумасшедшая регенерация. У бабы Тани то же самое. Помните, да, сросшиеся ребра за неделю? Восемь ребер с трещинами. Она ходила, как ни в чем не бывало. Так она еще Марине даже показывала, как она упала на пол. Хорошо, что не бухнулась. А то могла бы сказать, вот так вот, брык, и со стула рухнула. Как она лежала на полу. Легла на пол и не ухнула ведь. Вот такая вот супер какая-то бабушка. Спрашивает, не боитесь ли вы ехать в столицу? Нет, он не боится. А что бояться? Он говорит, да я уже 4 раза через эти блокпосты проезжал. И никто меня не тронул. А родину защищать? А вот родину защищать он не собирается. Говорит, не умею и не хочу. Не хочешь, заставим. Не можешь, научим. Вон, говорит Самвел. И переключает камеру и показывает мужчин на заправке. А почему они не идут? Почему вы у них не спрашиваете? Всем так хочется отправить именно меня туда? Облезете. Максимум, на что он способен, так это на мурнет. Вот как только будут организованы такие войска мурнетные, он вступит в них первый и возглавит эту колонну желающих. И вообще, заявил Севка, я бронь получил. И завалите хавальники. Теперь никто меня не тронет. Ну, не совсем-то еще и получил потом, как выяснилось. Почти дали. А откуда у него такая гарантия, что действительно ему дадут? Осталось всего 8 свободных мест. Люди уже там, кто не дурак, подсуетились, получили. А он говорит, я никуда не ходил. Ну, опять же таки, ему верить себя не уважает. Может быть, он и получил, только сейчас. Ну, кто проверит эту информацию? Никто не может проверить. Будет сидеть и рассказывать. Я еще не получил, я только, ну, вот, обратился, а там уже мест практически нет. Ну, вот буквально одно-единственное осталось. И тут, опа, и через несколько дней скажет, ну, вот, мне его и дали. Я ничего не просил, я никуда никому ничего не платил. Так что мне дали вот просто, потому что я такой супер-пупер замечательный. Бог его знает, как у них там все на самом деле. А может, и правда не ходил. Не знаю. Далее к нему в гостевой подключилась женщина и стала учить ему разуму. Выображаете маму? А вон она такая горнюсенькая. Она не заслуживает такого отношения. Крышу тетя двинула ему капитально. Она и так у него течет. А тут вообще. Савел послал эту кабучу местного разлива в эротическое путешествие. Это была его соотечественница. Люди так переживают за бабу Таню. У этой женщины четверо детей, и она забивает свою голову, как живет баба Таня. Вы можете себе представить? Вот у женщины, имея четырех детей, больше не о чем подумать, да? Вот находясь вот там, в той стране, ей не о чем думать. Она переживает за бабу Таню, у которой трое детей. Да у бабы Тани домработница есть. Почти 8 тысяч долларов в кубышке, не считая гривен. У нее красная икра пропадает. Ее уже лечат не в Днепре, а в Киеве, в столице. А женщина переживает, как плохо баба Таня живет. Я понимаю, она имеет в виду не материальное благосостояние бабы Тани, а то, что Самвел бабу Таню обижает своими криками, оскорблениями. Самвелу надо было маме дать поговорить с этой тетей напрямую, чтобы баба Таня объяснила ей популярно на пальцах. Она уже столько раз говорила людям, что не надо меня защищать. Мы сами тут в своем семействе разберемся. Не лезьте, у меня трое детей. Меня жалеть и защищать уж тем более не надо. У меня есть для этого дети. Также она говорила, что меня никто не обижает. Если мы с сыном поругались, ничего страшного в этом нет. Мы родные люди. И даже если мы обидели друг друга, через пять минут от этой обиды не остается и следа. Мы уже спокойно разговариваем и смеемся. Не суйте свой нос в наши отношения. Потом эта женщина сама призналась, что она никогда своих детей не била, но орет на них, как сумасшедшая. Ну вот, Самвел говорит, и я свою маму не бью, а только кричу, потому что желаю ей добра, хочу, чтобы она продлила свою жизнь, хочу до нее достучаться. А то, что она обычных слов не понимает, это мы тоже знаем не понаслышке. На бабу Таню даже наорешь, и то, извините, докричаться невозможно. А уж если с нею миндальничать, так вообще это дохлый номер будет. И та начала там женщина. Ну, вы же кричите при всех, типа снимаете это на камеру, там на весь белый свет. Пфу, боже мой. Нашла, о чем переживать, что Самвел позорит свою мать. Да это его мама. Она прекрасно все, она прекрасно все, баба Таня понимает. Вот она во многом не догоняет в этой жизни, но она очень хорошо поняла, что этот контент оплачивается, супер оплачивается. И позором она это не считает. Она всегда говорит, а что тут такого? Ну, крикнул на меня, ну и что? Да она привыкла к такому общению и оскорблению. Только раньше за это не платили деньги. А сейчас ей стоит открыть рот, и Самвел тут же даст ей столько, сколько она пожелает. 20 тысяч, пожалуйста. Она их за две недели якобы профуркала, снова попросила у него 20 тысяч. И она прекрасно понимает, откуда у Самвела эти деньги. Вот потому что он приходит и снимает. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.